Их никого уже не осталось в моей России. Пришел я после войны. И началась трудная жизнь. Когда Лисович сказал, ты не учишь, ты мало учился, тебя надо заниматься. Я стал заниматься литературой, я по 12 часов работал. Учитель танца уже идет. Я был слугом, играл, с фонарем бегал. 200 спектаклей, Володя Зельзил осуществлял путь. Но, наконец, пришел такой момент, когда взяли настоящего человека, и Алексей Дмитриевич решил дать мне эту войну. Это для меня было испытание. Я почувствовал, что я не такой гений и тисел, такую войну сыграю. И вот Алексей Дмитриевич стал наблюдать, как у меня, и он помогал. Он так помогал мне, что, вы знаете, на всю жизнь я думал, как же можно так проникнуть в человека, что он завладел тобой совершенно. Что вся в грудь, все это его. И когда он умер, я потерял его. Я мечтал об одном. Мне хотелось, как раз в это время, вышла медаль. Золотая, Попова. Я подумал, ой, Боже, если бы это была медаль, была моя, что бы он с ним. И вдруг, когда мы делали спектак, из медали святых, после спектака у меня, в общем, дали медаль Алексея Дмитриевича. Золотую медаль Алексея Дмитриевича Попова. Это было мое большое счастье, потому что всегда он со мной в груди, и я живой, и мысль только об одном, что сколько мне сейчас, 8, 7, 3 года, и за 3 года я думаю, что что-то сделать такое, что действительно можно провернуть, и что действительно можно сольяться со зрителями, и я пойму, что надо так работать, а не иначе. Вот 3 года это срок, и я думаю, поработаю, и дай Бог так оно и будет. Спасибо.